друзья привет лето отличное настроение и огромное желание сделать новое видео о любимых рыбах скаляриях в ролике я поделюсь интересными исследованиями их теологической лаборатории кафедры океанографии и лимнологии федерального университета рио гранди ду норти в бразилии и возможно мы опровергнем утверждение некоторых разводчиков и ресурсов что скалярий создают пару на всю жизнь целью данного исследования было выявление системы спаривания принятой у скалярий 20 самцов и 20 самок наблюдались в полу естественных условиях для проверки гипотезы о серийной моногамии вполне осознаю что видео будет интересно ограниченному числу зрителей как и подобное видео на канале о влиянии подмен на агрессивность скалярий но тем не менее мне эта тема интересна и уверен что увлеченные зрители обязательно найдутся итак давайте узнаем всю правду о моногамии скалярий приятного просмотра моногамные животные устанавливают краткосрочные и долгосрочные отношения в течение одного или нескольких последовательных сезонов размножения в моногамных парах самец способствует репродуктивному успеху пары защищая территорию где самка кормит или заботиться о своем потомстве но как правило у рыб парная связь сохраняется только в течение одного нерестового периода и моногамия сохраняется лишь у небольшого числа видов поскольку подавляющее большинство является полигамным скалярии отличаются сложностью своего репродуктивного поведения включающего конкуренцию за территорию и партнеров ухаживание спаривания и родительскую заботу хоть и не всегда но тут причина во множестве факторов у этого вида родительская пара в значительной степени связано с потомством но лишь на начальной стадии размножения пары скалярий можно считать моногамными так как особи склонны спариваться с одним партнером однако вполне вероятно что они не поддерживают строгую моногамию таким образом целью данного исследования было определить тип брачной системы принятой этими рыбами проверяя гипотезу о том что пары имеют последовательные моногамные отношения из этой гипотезы можно сделать три предсказания самцы могут оставить самок с их потомством после спаривания после ухода самок самцы могут спариваться с другими самками самки когда их оставляют защищают свои детеныши до независимости и могут принять новых партнеров для спаривания в новом цикле в исследовании были использованы 28-месячных самцов и 20 самок скалярий из бассейна амазонки приобретенных в торговом заведении в лаборатории рыба содержалась в 1000 литровых резервуарах при температуре около 27 градусов по цельсию ph от 6,8 до 7 и растворенном кислороде в диапазоне от 7,7 до 8 миллиграмм на литр физико-химические параметры проверялись ежедневно рыбу осматривали еженедельно для проверки и профилактики заболеваний рацион питания соответствовал пяти процентам от массы тела и состоял из артемии а на ваших экранах мои скалярии которые с удовольствием уплетают сбалансированный корм tetra fun tips корм просто приклеивается на стекло составе корма присутствуют артемия гомарус и спирулина несмотря на то что это полноценный корм я им пользуюсь как лакомством и в основном когда нужно отснять рыбу крупным планом правда не всегда это получается так как на корм слетаются сразу все в том числе улитки учитывая состав это неудивительно возвращаемся к исследованию после двухмесячного периода акклиматизации для наблюдения были отобраны рыбы которые весили от 9 до 30 грамм и общей длиной от 85 до 145 миллиметров для самцов и от 8 до 15 и 70 граммов и длиной от 80 до 128 миллиметров для самок размножение наблюдалось в лаборатории в полуестественных условиях то есть в условиях подобных тем которые встречаются в природе об этом также есть пара роликов на канале ссылки на все видео о скаляриях я оставлю в описании в лаборатории рыб помещали в стеклянный аквариум 1 и 2 десятых на 0 и 58 сотых на 0 и 5 десятых метров субстрат из дробленного речного камня и песка украшены различными видами амазонских водных растений в этом тесте были использованы 10 образцов рыб ангелов 6 самцов и 4 самки примерно 10 месячного возраста для стимулирования брачной конкуренции использовалось большее число самцов чем самок размножение случайно образовавшихся пар наблюдалось в течение одного цикла размножения цикл примерно 21 день соответствующий периоду между занятием территории и независимостью потомства в конце первого цикла размножения пары были отмечены небольшой обрезкой их спинного и хвостового плавников чтобы идентифицировать пары и можно было бы наблюдать стабильность существующей парной связи или образование новых пар за одной и той же рыбой наблюдали в течение пяти дополнительных циклов размножения мониторинг шести циклов проводился в течение девяти месяцев результаты полученные в полуестественных условиях подтверждают тенденцию пар принимать новых брачных партнеров в этой ситуации 50 процентов пар не поддерживали парную связь после первого цикла размножения остальные 50 процентов поддерживали связь во время второго и третьего циклов размножения после первого цикла размножения 50 процентов самцов отказались от самок со своим потомством после третьего цикла ни одна из пар не поддерживала связь все самцы бросали самок с их потомством испаривались другими самками самки защищали личинок до тех пор пока те не становились независимыми и впоследствии не принимали новых партнеров для спаривания только двое шести наблюдаемых самцов спаривались пять раз одному удавалось спариваться четыре раза другому три раза и двум дважды две из наблюдавшихся самок спаривались шесть раз одна пять другая 4 а две самки вероятно нуждались в более длительной подготовки к новому циклу яйцекладки и в результате имели меньше спариваний более крупные и агрессивные самцы получили новые возможности для спаривания в то время как покорные самцы были отвергнуты самками результаты показали что пары рыб ангелов приняли последовательную моногамию как в полуестественных так и в экспериментальных условиях экспериментальным условиям я не стал уделять внимание так как даже исследователи не до конца уверены в результатах поэтому позже озвучу только итог в полуестественных условиях рыбы спаривались и оставались со своими партнерами в течение одного-трех циклов размножения с третьего цикла парная связь не поддерживалась и обе рыбы искали новых партнеров для спаривания а в условиях эксперимента пары не поддерживали парную связь уже после второго цикла размножения приобретая новых партнеров в серийной моногамии после инвестирования в потомство партнеры ищут новые возможности спаривания что исследование и подтвердило то есть никаких пар на всю жизнь быть не может разве что в исключительных ситуациях например когда выбора у рыб просто нет параллельно в экспериментальных условиях изучалось распознавание партнера по предпочтению самок на которое указывало время проведенное ими самцами самки были доступны или не были доступны для ухаживания со стороны новых самцов в зависимости от их агрессивности или подчинения спаривающиеся рыбы были агрессивны по отношению к незваным гостям в присутствии партнера защищая свою пару в промежутке между циклами размножения пары не проявляли агрессии по отношению к нарушителям что тоже подтверждает гипотезу о серийной моногамии на репродуктивный успех этого вида повлияли выбор самками лучшего партнера и возможность новых спариваний для обоих полов на мой взгляд достаточно интересное исследование которое развенчала очередной миф пишите в комментариях ваши наблюдения интересны ли подобные ролики не забывайте подписываться на канал и до скорых встреч подписываться на рынке